Это наш первый вебинар, он будет посвящен самому-самому первому этапу разработки конкурса, проектированию конкурса. Но прежде чем мы начнем с теоретической части, я хочу задать несколько вопросов участников, попросить вас принять участие в онлайн-опросе, чтобы нам посмотреть, какой у вас есть опыт, планируете ли вы заниматься конкурсами и работаете ли вы в организациях, которые проводят конкурсы. Павел, пожалуйста, запустите опрос. Три вопроса, я прошу вас ответить. Видите опрос? Нет? Павел? Уважаемые коллеги, так как с организатором организатор, мне надо выйти из системы, сейчас вернусь и запущу. Мы пока принимаем присоединяющихся еще. Да, да, да. Я просто думала как раз провести опрос, пока мы всех ждем, чтобы потом сразу уже перейти к лекции и к представлению кейса. Добрый день, кто присоединяется. И кто присоединяется, я извиняюсь за техническую накладку сегодня. Обещаем, больше такого не будет. Спасибо. Сейчас Павел выведет три вопроса на экран. У коллег должно быть уже опрос, организатор его не видит. Отлично. Кто присоединяется, я надеюсь, тоже видят эти вопросы и примут участие в вопросе. Ответили на вопросы? Отвечает. Все, опрос завершен. Отлично. Тогда давайте выведем результаты на экран. Чтобы посмотреть, кто у нас здесь собрался, с каким опытом и какие планы в области организации конкурса. Я не вижу, Павел, результата. Татьяна, счет на нас. Есть результаты, да, видим. Есть, видно. Да. Почему-то видно не всем. Я предлагаю разводить. А с организаторами есть проблемы, а с организаторами все видят. Личный опыт организации грантового конкурса есть у 76% проголосовавших, а нету у 24%. Организация, в которой работает, занимается ли проведением грантовых конкурсов? Аналогичные проценты, как неудивительно. Ну, то есть те, кто не занимается, у тех, судя по всему, и опыта нет. Планируете ли в ближайшее время организовать грантовый конкурс? Аналогичные ответы. 76% да, 24% нет. Из чего можно сделать заключение? Что 76% участников являются грантовыми операторами, а 24% участниками грантовых конкурсов. Вот. Спасибо большое. Буквально в двух словах скажу о нашем онлайн-курсе. Сегодня у нас первый вебинар, и это первый вебинар онлайн-курса конкурсной процедуры «Отада.Я». Курс организован в рамках проекта «Школа грантмейкинга. Современные вызовы и перспективы при поддержке фонда президентских грантов». Курс подготовлен и запущен благотворительным фондом развития сообщества «Гаранты». У нас вебинары будут проходить примерно с периодичностью раз в 10 дней, 2 недели. Следующий вебинар 25 ноября. После окончания вебинара, кроме того, что вы получите ссылку на онлайн-запись и на презентацию, мы предлагаем вам пройти тест в течение ближайших дней, чтобы проверить, насколько хорошо вы слушали. И если вы проходите такой тест, мы получаем ваш ответ, то вы можете получить сертификат за прохождение вебинара. Кто пройдет тесты после каждого вебинара, тот получит сертификат за прохождение курса. Мы постарались подобрать экспертных экспертов, извините за тавтологию, для проведения вебинаров нашего курса. Эксперты будут разные, будут представлены практические кейсы организации и конкурсов. Ну а сейчас я хочу представить двух экспертов нашего сегодняшнего вебинара. Это Вячеслав Бахмин. Я думаю, что не надо рассказывать о Вячеславе Ивановиче. Очень многие знают его, слышали его. И Михаилова Марина Евгеньевна, директор Архангельского центра социальных технологий Гарант. Пожалуйста, вам слово. О ней тоже ничего не надо рассказывать. Наверное, тоже уже ничего не надо рассказывать. Конечно. Хорошо, сейчас я запущу тогда демонстрацию экрана. И мы посмотрим. Ну вот, давайте начнем. Прежде всего я хочу сказать, что можете, если вам что-то непонятно, писать в чате любые вопросы. И мы договорились, что будут некоторые паузы в моей презентации, когда эти вопросы будут названы. И я, соответственно, постараюсь на них отвечать по ходу своего сообщения. Так что имейте в виду, что вопросы можно задавать в течение всего нашего вебинара. Итак, давайте начнем. Значит, ну, прежде всего, если мы говорим о конкурсах, то мы чаще всего говорим это как о механизме распределения средств для поддержки организаций или поддержки конкретных проектов социальных. Ну, сначала тут, правда, есть такой слайд про меня. Это мне просили сделать. Но тут ничего особо нового нет. В общем, кроме того, что я довольно давно работаю в этой сфере, в сфере грандмейкинга, в частности. И работал много с зарубежными фондами, когда они только начинали здесь. И, соответственно, опыт конкурсных процедур у меня довольно большой. И как организатора, и как оценщика в виде экспертов. Так что, ну, двинемся дальше. Смотрите, конкурс – это только один из способов выделения средств. А есть еще много других. И надо прежде всего понять, вообще нам конкурс нужен для этих целей, если мы хотим что-то поддержать. Либо есть другие возможности. Ну, вот некоторые способы я здесь вам предложил рассмотреть. Но прежде всего это текущее рассмотрение поступающих проектов. Некоторые фонды и некоторые грантовые, ну, которые выдают гранты, вот, они на самом деле конкурсы могут не проводить, но пишут у себя на сайте, что вы можете подавать заявки на поддержку тех или иных проектов, будем их рассматривать. И как только заявка поступает, могут собираться какие-то эксперты, два-три человека, которые решают, стоит заявку поддержать или не стоит. То есть оценивают ее качество. Это довольно нечастый способ, но он существует, и есть организации, которые это делают. Бывает долговременная поддержка зарекомендовавших себя некоммерческих организаций. Ну, в частности, здесь в России работал фонд МОТО, у которого был свой набор организаций, который редко менялся. И эти организации поддерживались в течение 10-15 лет периодически через какие-то проекты или через поддержку деятельности организации. Вот. И эта поддержка продолжалась и продлевалась. И это важный элемент поддержки, когда организация понимает, что у нее есть гарантированные какие-то средства для ее деятельности. Ну, вот российские фонды это практически не делают, хотя это интересный способ поддержки организаций. Бывает тоже, извините, инициативная поддержка. Сейчас, секундочку. Да, вот инициативная поддержка интересных проектов или достойных организаций. Что это значит? Это если организация, фонд видит, что где-то есть интересный проект или организация, которую стоит поддержать, они просто к ним напрямую обращаются и говорят, вы напишите нам заявочку, мы посмотрим и, скорее всего, поддержим. Есть такие проекты, фонды, ну, есть фонд искусства, культура, спорт, например, которые поддерживают регулярно различных деятелей или различные проекты в культуре, просто потому, что им нравятся эти проекты. Они приглашают каких-то деятелей подавать заявки. То есть такое тоже бывает. Есть еще понятие венчурной филантропии, я о нем подробно не буду рассказывать, но это способ взаимодействия донора фонда с грантополучателем, когда не просто выделяются средства на какой-то проект, но донор сопровождает эту деятельность в этом проекте, помогает ее организовать, оценивать и так далее. То есть это такой симбиоз донора и грантополучателя, когда они вместе в большой степени, получается, вовлечение доноров в сам проект. Ну и, наконец, конкурсная процедура отбора, которые являются фокусом нашего обсуждения и про которые мы с вами будем говорить дальше. Итак, о конкурсах. Значит, вот я тут дал некоторое такое определение, что такое конкурс, конкурсная процедура. Вот, ну, она более или менее понятная, естественная. Просто конкурсы бывают очень разные. И если мы рассматриваем конкурсы, ну, вот в нашей социальной сфере, о которых в основном идет речь, то главное такое разделение на две группы, можно назвать это как проектные конкурсы и призовые конкурсы. Ну, понятно, что проектные конкурсы – это конкурсы идей и проектов, описанных, эти идеи описываются в заявке, продаются как некий проект, и отбор идет вот еще не выполненных таких проектов. А призовые конкурсы, они касаются того, что уже сделано, и что имеет смысл наградить. И это может быть разные варианты. Либо конкурс объявляется уже по результатам того, что сделано было, либо он объявляется и говорит, вы сделаете что-нибудь, а потом нам, мы это посмотрим, и лучшие будут награждены. Вот если говорить об эффективности, то на самом деле призовые конкурсы могут оказаться чрезвычайно эффективными, потому что вы фактически инициируете работу большого количества людей, обещая им победителям некоторую морковку, некоторый приз. И люди работают, в общем-то, на самом деле, понимая, что ну как в лотереи, ты можешь ничего не выиграть, но тем не менее сама эффективность такого конкурса, она инициирует большую очень деятельность в той или иной сфере, и хотя награждают только победителей несколько человек или несколько организаций, результаты могут быть очень хорошими и абсолютно без затрат самого донора. Так что я вообще, наверное, порекомендовал бы обратить внимание на призовые конкурсы, потому что они довольно дешевые в сравнении с проектными, а с другой стороны они довольно бейственны. Но бывают еще закрытые и открытые конкурсы. Ну, открытые конкурсы – это те, с чем мы обычно и сталкиваемся. Закрытые на то, они и закрытые, что мы их в основном не видим. Но это конкурсы, когда организаторы заранее определяют круг тех людей или тех организаций, которые могут участвовать в этом конкурсе, рассылают им приглашение по участию со всеми документами, соответственно, и никто, кроме этого круга, в конкурсе участвовать не может. То есть такие закрытые конкурсы у нас тоже бывают в нашей жизни. Они довольно редко, мы о них, кстати, не всегда знаем, но вот это один из способов. И, конечно, как мы понимаем, разные типы конкурсов, они используются в разных ситуациях в зависимости от того, что мы хотим достичь тем или иным конкурсам. Текущие конкурсы – это конкурсный отбор проектов, которые в течение какого-то времени накопились у организаций. Вот она говорит, что мы, в принципе, поддерживаем социальные проекты в той или иной сфере и приглашает, вы посылайте нам заявки. А два раза в год, например, мы проводим конкурс поступивших заявок и выделяем те, которые, на наш взгляд, лучше и которые стоит поддержать. То есть это так называемые текущие конкурсы, у которых, в принципе, есть свои дедлайны, но они все время продолжаются. То есть это не тот конкурс, у которого есть начало и конец, и конкурс закончился. Теперь, когда мы говорим о конкурсах, еще важно, кто конкурирует. Но конкурировать могут быть, как мы здесь говорили, конкурирующие объекты. Это могут быть проекты, но это чаще всего и бывает. Иногда конкурируют организации. Например, если мы хотим поддержать самые сильные организации, независимо от того, что они делают, то это будет конкуренция между организациями. Иногда конкурируют продукции. Например, конкурсы каких-нибудь статей, книг. Мы знаем, там, букеровские конкурсы, премии. Могут конкурировать команды, когда не организации, в которых есть юридический статус, а просто инициативные группы, команды людей. Иногда может подавать от имени этой команды физическое лицо заявку. Но такие вещи тоже есть, мы встречаемся с ними. Могут конкурировать физические лица, ну, например, самый простой пример – это конкурсы на стипендии студентам. Ну, вот тогда студенты конкурируют между собой, чтобы получить ту или иную, то есть получить стипендию на какой-то срок. Могут конкурировать территории. Например, конкурс между какими-то муниципалитетами на что-то мы можем в регионе объявить, и победители этого конкурса могут получить какие-то призы, какое-то оборудование или какую-то поддержку от местных властей. Ну, дальше понятно, что одно из различий конкурса – это кто донор, кто финансирует. Это могут быть власть, как мы знаем, фонды президентских грантов, фонд культурных инициатив, муниципальные конкурсы, конкурсы региональные, мирнос – это тоже какие-нибудь корпоративные фонды или просто бизнес может организовать компания, и может организовать конкурс, и, соответственно, тогда финансирование идет от этого организатора. Частные фонды бывают, но тоже, и некоммерческие организации. Часто бывает так, что сам донор, он не ведет конкурс, а есть операторы конкурсов, и обычно это некоммерческие организации, которые вот такие конкурсы проводят. Но наш курс, он будет сфокусирован на определенном типе конкурсов, и мы прежде всего будем говорить о проектных, открытых, грантовых конкурсах для некоммерческих организаций. То есть вот фокус наш. Хотя иногда мы можем обращаться за примерами и к другим типам конкурсов, если мы хотим сравнить что-то. Давайте посмотрим, в чем плюсы конкурса. Мы уже говорили, что конкурс – это не единственный способ распределения средств, но конкурс часто используется. Используется потому, что у него есть свои позитивные, положительные качества и плюсы конкурса. Ну вот один… Кстати, надо объяснить, что то, что здесь написано, это, конечно, для идеальных конкурсов, то есть конкурсы, которые классно организованы и замечательно устроены, потому что ясно, что и открытости, прозрачности, равные возможности – это как бы в теории должно быть. Но конкурс предоставляет такие возможности, и поэтому мы говорим о его плюсах. Итак, открытости. Ну, ясно, что если вы хотите, чтобы в конкурсе кто-то участвовал, то вы должны об этом объявить. Значит, что то, что вы кому-то распределяете какие-то средства, это становится открытым для людей, и люди могут видеть и следить за тем, как этот конкурс проходит и так далее. В этом смысле открытость конкурса – это серьезная, важная его черта. Ну, прозрачность процесса присуждения грантов. Это, опять же, в нормальных конкурсах весь процесс присуждения, он происходит более-менее открыто. Есть процедуры, которые тоже опубликованы, и их знают. Мы видим, за что получили грант те или иные организации, потому что результаты публикуются. Это и есть прозрачность конкурса. Мы знаем даже, ну, там есть свои ограничения, например, экспертов обычно не публикуют, но, тем не менее, круг этих экспертов или кто приглашается в эксперты, в принципе, известно. Ну, еще какие плюсы? Равные возможности относительно участников конкурса, хотя для доступа к донорским средствам. Хотя, конечно, это такое, ну, в правовом смысле, то есть так, как оно объявлено, потому что ясно, что возможности у организации крупной или у организации опытной для доступа к донорским средствам больше, чем у организации неопытной. Но юридически, как бы, они все равны. Тут зависит от качества проектов. Ну, мы рассчитываем, что эксперты, которые будут оценивать поступившие заявки, будут достаточно объективны и профессиональны, поэтому одно из плюсов конкурса – это объективность результата. То есть это не какие-то вкусовые предпочтения того или иного донора, а есть объективный выбор экспертов. Конкурс еще – это возможность поддержать сильнейших. Это тоже один из… Если вы хотите в какой-то сфере поддержать наиболее сильные организации, то конкурс – это подходящий механизм для этой цели. Но еще в конкурсе есть свой некоторый регламент, некоторый процесс, по которому происходит рассмотрение заявок, выделение победителей присуждением грантов и так далее. То есть этот процесс довольно технологичен, он обычно известен, написан, и это тоже один из плюсов конкурса – то, что процесс технологичен. Ну и пиар-эффект. Пиар-эффект говорит о том, что если вы объявляете конкурс, то вы как донор, вы как бы себя демонстрируете, как организацию, готовая работать в этой сфере, поддерживать хорошие организации или классные проекты. И это, конечно, пиар для организаторов конкурса. Это тоже важно. Ну и конкурс еще. Когда вы объявляете конкурс, то к нему большое внимание, и, соответственно, организации начинают что-то делать в этом направлении, и таким образом мы стимулируем активность по этому заявленному направлению конкурсному. Если вы хотите вот такую активность простимулировать, конкурс – это хороший способ это сделать. У конкурса есть и минусы, естественно. Ну, во-первых, это не так дешево. Если у вас небольшие деньги для того, чтобы кого-то чего-то поддержать, лучше конкурс не организовывать, потому что это требует довольно серьезных ресурсов, и командных ресурсов, и денежных ресурсов. Объявлять конкурс там на, если у вас там всего миллион рублей, ну, наверное, особого смысла нет. Хотя есть исключения, например, фонды местных сообществ, они иногда объявляют конкурсы очень маленького размера и очень как бы небольшие суммы при этом фигурируют. Организационная сложность. Вот для того, чтобы конкурс организовать, надо прослушать вот эти все 10 наших семинаров, вебинаров, получить из этого какие-то знания, все это организовать – это непростая штука. Это не просто так сел, посмотрел ту или иную организацию и решил поддержать или не поддержать, что, кстати, многие фонды делают. Но, опять же, конкурс не гарантирует, что вы не будете поддерживать слабые проекты. Это зависит не только от качества экспертов, но также и от того, есть ли у вас задача распределить все средства. Если у вас требуется, чтобы все средства все-таки были распределены, ну, тогда иногда вы вынуждены поддержать достаточно слабые проекты, потому что надо деньги распределить, а сильных не хватает. С другой стороны, может оказаться, что вам не хватает денег, чтобы поддержать все хорошие проекты. Это все как бы результаты не очень грамотного конструирования конкурса, потому что мы еще про это поговорим. Тут важно понять, какой у вас будет масштаб конкурса и сколько заявок вы можете получить. Ну, стандартизация – это, конечно, плюс, мы об этом говорили на прошлом слайде, но, в принципе, это и минус, потому что, когда вы стандартно подходите ко всем организациям, то, естественно, вы теряете возможность индивидуального подхода. Вы можете не увидеть какие-то, ну, потому что стандартная процедура, стандартный механизм оценки, вы можете не увидеть какие-то очень важные, интересные элементы того или иного проекта или той или иной организации. Ну, конечно, каждый конкурс у него есть победители, есть проигравшие. Если проигравшие активны и их много, то вам может быть неприятно, потому что будут отзывы о том, что все дали своим, дали мало, хорошие проекты не поддержали и так далее. То есть может быть такая негативная реакция, и это минус. Ну, и, конечно, то, о чем часто говорят, о том, что конкурсы проектов, они, конечно, поддерживают проекты на какой-то конкретный короткий срок достаточно. Ясно, что за это время много чего сделать не удается, и поэтому вот такой проектный подход в конкурсах, он может оказаться минусом, потому что, ну, сегодня поддержали, завтра не поддержали. Проект, который начался, фактически умирает. Сколько мы видели, например, сайтов, которые как только получили грант, они прямо возникают все, а через полтора года, когда грант заканчивается, все новости на сайте устаревают. Все, их никто уже не поддержит. То есть поддержка идет во время деятельности самого проекта. Ну, и то, о чем тоже много говорят, что, ах, эти грантаеды, они подают заявки куда угодно, они готовы делать все, за что платят, организации хотят выживать, им нужны средства. Ну, и, соответственно, такие конкурсы, в принципе, могут отвлечь организацию от следования своей миссии. Ну, тут уж сами организации должны решать, что для них важнее. Ну, теперь, когда конкурс полезен, мы частично об этом уже говорили, но вот один из вариантов, это когда вы, как донор, начинаете работу в совершенно новой сфере. Для вас она, ну, как бы терра инкогнито, вы не знаете, что там за организации, какие там лидеры, что они делают. Конечно, можно посмотреть, погуглить, поискать, можно поговорить с другими партнерами, которые работали в этой сфере, но один из способов – это просто объявить конкурс по этой тематике, достаточно широкий, чтобы увидеть, но с небольшим, может быть, грантовым фондом, но чтобы увидеть, а кто подает заявки, насколько эти заявки интересны, что эти организации сумели уже сделать, и тогда у вас появляется некоторая картина тех, кто работает в данной сфере на этой территории или в стране в целом. Еще конкурс полезен, если вы хотите, ну, расширить круг ваших грантополучателей, вы уже привыкли работать с каким-то набором организаций по вашей теме, вот, ну, и уже хочется как-то и расширить круг этих людей и этих организаций, ну, и как, чтобы новые идеи какие-то генерировались, тогда вы можете объявить конкурс для более широкой аудитории, целевой аудитории, и, соответственно, дать возможность высказаться и предложить, что они хотят сделать, другим организациям из, не из вашего постоянного пула грантополучателей. Также полезно, например, если вы хотите направить развитие в какой-то сфере в определенное направление, тогда вы в конкурсе определяете как перспективное или как как бы наиболее для вас ценным определенное направление деятельности, и тем самым вы инициируете работу в этом направлении и поддерживаете, поддерживаете организации, которые готовы, ну, начать работать в том направлении, которое для вас важно, ну, или есть еще возможность поддержать сильнейшие организации в той или иной теме, а можно поддержать и те, у которых есть потенциал, но пока они слабенькие, пока они еще только хотят вырасти. Но специально можно организовать конкурс для таких организаций. Иногда его называют конкурс первых грантов, первого гранта для того, чтобы найти, у каких организаций есть потенциал для работы вот в данной сфере. Ну, при желании можно... сконцентрировано воздействовать на определенную проблему. Вы знаете, например, что фонд Тимченко, он работал с темой пожилых людей в течение многих лет, проводил много конкурсов. И мы видим, как за эти годы это направление стало очень популярным, активным и так далее. То есть конкурсы – это тоже механизм привлечения внимания, но и механизм поддержки развития в каком-то конкретном направлении. Ну, еще один вариант полезности конкурса, когда у вас не так много средств, и вы хотите их очень грамотно и эффективно потратить. Тогда лучше всего это делать на конкурсной основе, а не просто раздать каким-то организациям, которых вы знаете, например. Итак, конкурс как проект и как инструмент. У нас есть какие-то вопросы? Появились в чате? Если нет, то двинемся дальше. Но не забывайте, пишите, если что-то непонятно. Нет, вопросов пока нет. Пока нету, да? Может быть, устан кто-то хочет задать? Если вот из того, что уже было сказано, Тишина. Хорошо. Тогда смотрите. Когда мы говорим о конкурсе, мы можем решить, а вообще, что мы хотим? Почему мы этот конкурс вообще начинаем проводить? Это главный вопрос, который должен задавать себе любой организатор любого конкурса. Что мы хотим добиться? Что мы? Для чего мы его делаем? Вот если мы сами для себя это не сформулируем, то конкурс может оказаться совсем неэффективным или не получится то, что вы бы хотели. А для этого надо понимать, что вы хотите. вот когда посмотришь на то, как формулируется цель любого конкурса, то мы вот видим здесь разные варианты. Ну, развитие конкретной территории. Это понятно. То есть, если у вас цель конкурса развить какую-то территорию, то вы определяете эту цель, и, соответственно, от этого зависит, как будет конкурс устроен. выявить и поддержать наиболее сильные организации в определенной сфере. Это обычно такие конкурсы тематические. В сфере культуры мы стараемся, например, выделить лучшие организации или поддержка лучших проектов тоже в каком-то регионе, некоммерческих организаций или в стране, то, что делает фонд президентских грантов. Эффективно поддержать работу с семьями, поддержать стажировки, поддержать поездки и так далее. Цели могут быть очень разные, но от целей много чего зависит. То есть, вернее, почти все зависит от того, какая цель. И когда мы думаем, а что такое конкурс? Он в данном случае, он проект или это некоторый инструмент? То, опять же, в зависимости от того, что вы хотите. Вот если мы говорим о конкурсе как о проекте, то посмотрите, там в конкурсе есть цель, есть задачи, есть определенные средства, есть сроки, есть команда, есть бюджет и так далее. То есть, все признаки того, что это проект, есть. И по идее, конкурс, ему надо подходить как к проекту для того, чтобы понять, какая цель, какие задачи, таймлайн, что будет сделано и какой мы результат ожидаем и проверить. но это не всегда так, потому что хотя бы, если вы поставите цель, то у проекта цель, ну, например, распределение средств для реализации программы донора, например, это не цель. Распределять средства это не цель, это технология, это метод. и тогда получается, что в зависимости от того, что мы хотим, мы можем подходить к конкурсу как к проекту или как к механизму или какой-то тех... Это, извините. Вот. И именно от этого все зависит. Если конкурс рассматривать как вот инструмент распределения средств, то важно, что достижение такой цели будет связано с тем, а насколько вы грамотно выстроили сам механизм конкурсный. Потому что конкурс для того и предусмотрен для того, чтобы выбрать лучшее, чтобы выбрать эффективно то, то вы хотите. И если этот самый механизм конкурсный недостаточно грамотно выстроен, то вы не добьетесь своей цели. Вот. Поэтому к конкурсу можно относиться и как к проекту, и как к эффективному инструменту. И в каждом из этих случаев надо смотреть и на цель, и на то, как устроен конкурс. И от этого будут зависеть все остальные важные параметры, которые необходимо продумать перед тем, как конкурс затевать. конкурс объявлять. И сейчас как раз мы постараемся посмотреть, какие же это основные параметры конкурса, про которые мы должны на берегу решить, как они будут выстроены. Потому что если заранее все их в совокупности не обсудить и не сделать так, чтобы они друг с другом гармонично сочетались, как в любом проекте, то вы можете получить головные боли в момент реализации вашего конкурса. Итак, давайте смотреть. Ну, ясно, что один из основных параметров это тематика конкурса и возможные номинации. Если у вас конкурс тематический, если вы выбрали какую-то конкретную тему, ну, например, работа с детскими домами или с детьми сиротами или с больными детьми в той, детьми с ОВЗ или взрослыми, то у вас уже тематика более-менее узкая определена. И номинации там, в принципе, возможны, но, как правило, если конкурс не такой большой и масштабный, то можно и без номинации обойтись. Если конкурс большой, то появляются номинации, то есть некоторые ручейки, по которым идет финансирование в зависимости от тематики той или иной заявки. И номинации вообще вещь полезная. Для чего? Ну, с одной стороны, для того, чтобы как-то структурировать направление поддержки, если у вас довольно широкое поле, скажем, некоммерческих организаций в том или ином городе, или даже если тема, например, тема культуры, она тоже широкая, то можно выбрать определенные направления финансирования и назвать их номинациями. И дальше встает вопрос, это как бы отдельные небольшие конкурсы уже по более узкой теме. Но если вы так сделали, то дальше надо смотреть, а квотирование бюджета нужно или нет. Бывает так, что бюджет распределяют по этим номинациям и говорят, что вот на эту номинацию у нас такие средства, на эту такие, то есть это такие мини-конкурсы, которые объединены в единой. Но надо еще и посмотреть, чтобы номинации были более или менее однородные. Я встречал пример, когда есть номинации такие понятные и простые, ну, например, я не знаю, спорт в городе, какие-то поддержка, я не знаю, инициативных групп и так далее. И наряду с этим всем появляются партнерские проекты. вот партнерские проекты могут оказаться, не вписываются как номинации. Почему? Потому что партнерский проект, это проект, в котором есть партнерство, и он может касаться любой принципе номинации. Выделять ее как бы в отдельную появляются некоторые сложности, потому что даже для заявителя он может не понять, ему надо в какую-то конкретную номинацию или подавать как партнерский, если у вас партнеры, много партнеров. Это не такая простая штука, разбивка по номинациям, и опять же надо понимать, какая у вас цель. От этого будет зависеть и тематика конкурсов, и номинации в этих конкурсах. Дальше целевая аудитория. Это тоже очень важно разобраться, а какая целевая, для кого вы этот конкурс устраиваете. То есть кто легитимен участвовать в конкурсе. От этого очень много тоже зависит. потому что этим как бы когда вы определяете, кто может участвовать, вы тем самым можете либо сузить, либо расширить категорию участников, тем самым можете регулировать количество заявок и их качество. И смотря опять же, что вы хотите. Вот мне вспоминается, проводился конкурс мэрии Москвы для дворников, для того, чтобы выбрать лучших талантливых дворников в Москве. И это было еще при Лускове. И один из критериев, кто мог бы подавать, вот, целевая аудитория, они говорили, что нужно, чтобы дворник знал таджикский язык. Вот. И тогда ясно, что если у вас такое требование, то вы четко отметаете огромное количество людей, которые могли бы. Но зато вы находите достаточно дешевую рабочую силу. И вроде бы все объективно, вроде бы все хорошо, но в зависимости от того, опять же, какая у вас цель. От география конкурса. Ну, от географии, опять же, география тоже зависит от цели. И это масштаб охвата. Он может быть от микрорайона до всей страны. Вот. И ясно, что конкурс может быть даже в отдельном учреждении конкурсы можно проводить. Для доноров, которые федеральные, уровня, у них встает вопрос, как добраться до регионов. Потому что ясно, что страна большая и найти возможности работать на земле с регионами довольно сложно. Именно поэтому очень часто в качестве операторов таких больших масштабных конкурсов выбирают либо ресурсные центры, либо просто организации, которые близко в этих регионах работают с некоммерческими организациями. И это очень хороший способ именно добраться до регионов федеральным донорам, у которых в общем-то нет возможности контролировать все, что происходит в разных регионах страны. Ну и еще если вы определяете географию конкурса, то тоже есть два варианта. Можно говорить о том, что все участники конкурса должны проживать на этой территории и действовать на этой территории. Тогда они легитимны участвовать в конкурсе. А можно говорить о том, что любые организации могут участвовать в конкурсе, но проект должен быть реализован на этой территории. То есть вот есть два варианта подхода и встречается и тот и другой И надо иметь в виду, что они оба, в принципе, легитимны и доступны. Длительность проекта – это тоже то, что надо определять на берегу. Мы знаем, что в большинстве конкурсов длительность ограничена проектов. Обычно она меняется, скажем, от полугода до полутора лет. И это для проектных конкурсов вроде бы нормально. Но, с другой стороны, мы всегда знаем, слышим жалобы от некоммерческих организаций, что за полтора года ничего сделать нельзя серьезного. Им хотелось бы получить более долгосрочные проекты. Мы знаем, что в ответ на это фонд президентских грантов дал возможность подавать заявки до трех лет. Но это тоже плохо работает, потому что там требования совсем другие. И вообще, в зависимости от длительности проекта, в конкурсе могут быть разные требования к заявкам. Это понятно. Но, с другой стороны, встает вопрос, а почему вот такое ограничение? Почему нельзя сделать конкурс, скажем, на пятилетний проект? Это вопрос мне тоже, как бы, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Я понимаю, что часто это связано с бюджетным циклом, потому что даже доноры, у них есть некоторые бюджеты, которые на определенный срок выделяются, и они не могут вам гарантировать, что за пять лет, как бы, они смогут вас пять лет финансировать. И это одна из проблем. С другой стороны, есть риск нарваться на пятилетнее финансирование не очень эффективного проекта. Одно дело потерять там деньги на проект в один год, а другое дело за пять лет. Вот. Это тоже одна из возможных проблем. Наверное, есть и другие, потому что мне странно, почему нельзя увеличить срок проектов. Ну, это, конечно, тоже требует, может быть, дополнительного обсуждения в донорской среде. И это один из недостатков вообще конкурсного механизма. Ну, еще определяется, конечно, какой у вас ресурс есть на данный конкурс, то есть грантовый пул, сколько денег будет выделено на все проекты поддержанные, и предельная величина гранта, которая тоже может быть разной. Она тоже может меняться, предельная величина гранта. И в зависимости от нее тоже требования к заявке могут быть разные. Мы такие случаи таких конкурсов хорошо знаем. Но здесь надо иметь в виду, что вот в ряде конкурсов, особенно конкурсов таких на низовом уровне, например, тех же фондов местных сообществ, которые сейчас перестали проводить большинство конкурсов, большинство из них не переводят такие мелкие конкурсы. А это очень полезно, потому что конкурсы таких мини-грантов, небольших грантов, они оказываются очень эффективными. И надо вот особенно те, кто работают на низовом уровне, надо иметь в виду, что вот большое количество таких мини-грантов, они очень стимулируют работу и организаций, и инициативных групп, для которых часто важна не сама прямая финансовая поддержка, а то, что их оценили, то, что на конкурсе они выиграли. И это дает серьезное воодушевление, и деньги оказываются не такими, не столь важными. Тем более, что ресурсы в местных сообществах сами по себе существуют, надо только уметь их находить. Итак, вот это как бы набор таких более-менее ключевых, основных параметров проведения конкурса. Но важно еще иметь в виду другие важные штуки, вот такие, как, например, оценка количества потенциальных участников конкурса. То, о чем я уже упоминал. Помните, мы говорили, что один из минусов конкурса стоит в том, что проигравшие всегда недовольны. И наша задача, в общем, постараться сделать так, чтобы проигравших не было уж очень много. Чтобы это не была лотерея такая, которая, где ясно заранее люди участвуют, в ней понимают, что выиграть почти невозможно. Хороший процент выигрыша от участников – это не менее 15%. 20 можно. 25-30 – это уже многовато, но тоже возможно. Вот в этом диапазоне хорошо бы, чтобы был процент выигравших участников конкурса. А как это сделать? Как понять? Вот вы объявляете конкурс, вы же не знаете заранее, а сколько туда подаст, на него подадут заявок. Теоретически можно попытаться оценить потенциальное количество участников конкурса. Как это сделать? Ну, один из способов – это вот то, что я говорил про гранты мэра, например. Так сделать требования к заявителям, чтобы более-менее понимать, что их будет более-менее определенное количество. Это может быть по опыту вашему или по опыту ваших коллег из донорского сообщества. Еще одна возможность вот такого регулирования количества участников. В принципе, ну, если вы начинаете совсем новую сферу, то там вам сложно будет понять. Важно, чтобы сами формулировки и требования не были слишком широкие. Вот когда в конкурсе вдруг расширяется целевая аудитория, если вы раньше, например, работали с НКО, а потом решили добавить муниципальные учреждения культуры, допустим, к ним, то можете ожидать всплеска заявок очень высокой сразу, потому что появляются организации, которые раньше не были легитимны для участия в конкурсе, теперь им разрешили, и они все, конечно, начнут подавать. Это надо иметь в виду, когда вы этот конкурс задумываете. То есть оценка количества потенциальных участников – важная вещь, о которой стоит задуматься. Теперь этапы конкурса. Тоже надо определить. Вы делаете все в один этап, а это значит, что вы объявляете конкурс, собираете заявки, их оцениваете, выбираете лучшие, и их финансируете, ну и потом мониторите результаты. Вот. Это как бы одноэтапный конкурс. Бывают конкурсы в два этапа. Ну, в три, наверное, тоже бывают, но я редко с ними встречался, а вот два этапа, их несколько вариантов может быть. Один из вариантов, когда вы на первый достаточно широкий этап, вот это особенно важно, когда вы не знаете, а сколько у вас будет участников, и не можете оценить качество заявок, тогда вы говорите, давайте, подавайте сначала конкурс идей проекта. И, значит, грантополучатели будущие, они описывают, что бы они хотели. Они описывают идею проекта, приблизительный бюджет, очень в краткой такой заявке. И эксперты, рассмотрев это, выделяют те, у которых есть некая перспектива. И тогда на второй этап выходит определенное количество уже таких заявителей, которым предлагается уже подать полноценный проект с полным описанием. В чем плюсы этого? Понятно, что большое количество в будущем недовольных, значит, потому что они проиграют организации, они на самом деле выполняют очень маленькую работу. Они только подают заявку в краткой форме, без особых документов. И это как бы снижает негативный результат того, что они не попали на второй этап. Это хороший плюс. С другой стороны, это плюс также и для, наверное, самих доноров, потому что им придется рассматривать не полноценное и огромное количество заявок, а только тех, у которых есть перспектива. Это тоже плюс. Минус в том, что времени больше надо будет. Это все-таки два актура. Наверное, больше людей потребуется, чтобы работать в таком конкурсе. Еще в конкурсах могут возникать некоторые дополнительные требования к заявителям. Когда это бывает? Ну, если вы, например, два этапа проводите, то на первом этапе вы просите, чтобы организация еще что-то сделала, предварительную некоторую работу. Ну, например, вот в фонде Тимченко, когда был конкурс местных сообществ, развития местных сообществ, то их там просили сделать карту местных сообществ, там, карту ресурсов местных сообществ, собраться и что-то обсудить или образ будущего местного сообщества. Вот. Это как бы один этап. А на втором этапе уже подавалась заявка полноценная на развитие этого сообщества. То есть варианты могут быть очень разные, и надо сразу для себя решить вам, какой вариант подходит. С одним этапом, с двумя этапами. Бывает еще на этих, на первом этапе такая публичная оценка проектов, когда общество, сообщество собирается и смотрит на эти заявки и говорит, ну, и оценивает их как положительные или негативные. Теперь еще надо понять, а где вы будете искать экспертов. Потому что это тоже непростая штука от экспертов, от их качества зависит качество вашего конкурса. И претензии могут возникать к результатам конкурса, если эксперты не достаточно опытные. Где и как искать экспертов – это отдельная задача. Они еще будут говорить в ходе курса много, когда будет специальный раздел, касающийся работы с экспертами. Но сначала надо решить какие-то базовые вещи. Ну, например, в некоторых конкурсах экспертов ищут по конкурсу. То есть объявляют конкурс на экспертов. И тогда, это как бы еще один конкурс, и тогда любой человек, у которого есть какие-то, ну, какой-то хоть небольшой опыт оценки, и там высшее образование или еще какие-то качества, он может подать заявку для участия в конкурсе. И потом какая-то группа людей решает, вот он готов, достойен или недостоин быть экспертом. Но здесь серьезные есть риски именно потому, что эксперты, вот как бы по анкетам отбирать экспертов не очень хорошо. Конечно, лучше их отбирать по опыту. И тут надо советоваться и с другими донорами. Есть определенный, наверное, пул экспертов, которые задействованы в разных конкурсах. Их степень их опытности уже проверена на конкретных конкурсах. Вот поэтому, как искать экспертов? Ну, создавайте свой пул экспертов, потому что если вы хотите конкурсы проводить регулярно, то вам нужно иметь такой пул. И сейчас с этим чуть легче именно потому, что большинство конкурсов проводятся с использованием онлайн оценок, а это значит, что эксперт может быть удаленный. Это значит, у вас перед вами как бы вся страна, вы можете там выбирать экспертов на ваш вкус, след и на все, что угодно. Вот, теперь надо опять же решить, вы как будете относиться к софинансированию. Значит, в некоторых конкурсах софинансирование обязательно. Иногда даже указывают, что вот такой процент должен быть не меньше, чем такой процент. В других конкурсах он совершенно не нужен. В одних конкурсах оценивают наличие софинансирования как некоторый критерий, по которому можно как бы сказать, что проект хороший или не очень. А в других вообще на него не обращают внимания. Так что нам надо определиться, для нас софинансирование важно или нет. Моя точка зрения стоит в том, что софинансирование в принципе вещь важная. Мы знаем, что иногда это софинансирование там натягивают, иногда там придумывают. Но важно вот почему. Потому что как бы заявитель, который собирается осуществлять тот или иной проект, должен понимать, что его ресурсы – это тоже важная часть проекта. Ресурсы его и его партнеров. что донор, он поддерживает не проект с нуля, а только ту часть проекта, где у самого заявителя не хватает ресурсов. И умение видеть свои собственные ресурсы, находить их, описывать – это очень важная часть социального проектирования. Именно поэтому стимулировать, чтобы люди видели свой вклад, умели его оценивать. Я думаю, что это важно. В какой степени – это уже решают разные организаторы конкурса по-разному, но сам принцип, мне кажется, очень важный. Дальше про бюджет тоже надо понять. У вас бюджет совершенно открытый, все, что работает на выполнение проекта, у вас все разрешено, или у вас есть какие-то ограничения. Ограничения могут быть разные, в том числе по структуре бюджета. Бывают какие-то затраты, которые донор считает неприемлемыми. И список таких затрат обязательно нужно иметь в виду. Что вы не хотите, чтобы было в бюджете. С другой стороны, иногда пишут, что мы хотим, чтобы было в бюджете. Но это не очень правильно, потому что все зависит от проекта. То есть вы все равно все не перечислите, что разрешено в бюджете, а написать просто и так далее нет смысла. То есть поэтому вот какие требования к бюджету, это тоже то, что надо решать на берегу. И надо понять, в структуре бюджета у вас будут какие-то ограничения. Иногда бывает так, что доноры не хотят финансировать зарплату. Для каких-то конкурсов, может быть, это и нормально. Например, для конкурсов, где участвуют физические лица и где небольшие проекты и участвуют в основном волонтеры, такие волонтерские конкурсы. Для других это кажется контрпродуктивным, потому что ясно, что кто-то должен выполнять проект и на одних волонтерах, особенно в серьезных проектах, далеко не уедешь. Поэтому вот это тоже надо решать. Сколько на оборудование может пойти? Можно ли, чтобы там 90% бюджета шло на оборудование или на зарплату? Вот это те вопросы, которые надо обсудить при конструировании конкурса. И здесь тоже подходы могут быть разные. Ну и, наконец, принципы оценки заявок. То есть про экспертов мы уже решили, кто будет привлекаться, но надо еще и понять, по каким критериям будут оцениваться заявки и какая структура принятия решений, процедура принятия решений. Обычно в конкурсах такая ступенчатая процедура принятия решений. На первом этапе происходит, как вы знаете, оценка соответствия техническим требованиям заявки, то есть смотрит, как бы с теми, все ли документы приложены, выполнены ли все условия, легитимен ли участник и так далее. Вот есть ли устав. Это такие технические требования, которые оценивают обычно организаторы конкурса. Дальше идет этап, когда это должны оценить эксперты, и надо понять, кто экспертов выбирает и каким образом, это мы уже говорили, но важно, чтобы была структура, которая окончательно отвечает за результаты конкурса. Вряд ли это эксперты. Бывает так, что эксперты, которые оценивали те или иные заявки, они составляют некий экспертный совет потом, который потом общие оценки экспертов еще раз смотрит и принимает решение, кто победил в конкурсе. Бывает так, что эксперты – это одно, а есть еще некоторая конкурсная комиссия или какая-то структура, которая, рассматривая вот этот рейтинговый список, который мы получили после оценки экспертов, решает, а кто победитель. Но важно, чтобы вот сама структура, каким образом будет проводиться оценка и кто принимает решения, была выстроена, и чтобы мы это понимали. И кто может принимать эти решения, кто входит в эти структуры, как эти структуры образуются, это все тоже надо решать заранее. Теперь что еще нам надо не забыть? Ну, понятно, что сейчас в век информационных технологий у нас в основном очень много конкурсов проходится онлайн. И заявку можно подать онлайн, и потом оценить эту заявку онлайн можно. И это очень хорошо. Это сразу расширяет возможности и участников, и организаторов конкурса. Поэтому, если у вас до сих пор конкурс проводится с оценками бумажных заявок, то постарайтесь все-таки перейти на онлайн конкурсы, потому что это не только современно, это полезно, важно и удобно. И для экспертов, и для организаторов. То есть, ну, это все зависит опять от ресурсов донора. Теперь критерии оценки. Ну, мы уже говорили, что критерии обязательная штука, потому что именно ими руководствуются эксперты, когда смотрят на заявку. Они должны посмотреть на нее, они должны посмотреть, насколько содержание заявки отвечает тем критериям, по которым, значит, донор хочет, чтобы заявка оценивалась. Откуда возникают вообще критерии? Как их выбирать? Это непростой вопрос. То есть, список там критериев может быть огромный, но смысл в том, что вы хотите, как организатора конкурса, увидеть в заявке. Что бы вы хотели, чтобы там появилось, и что там должно быть отражено, чтобы вам можно было понять, что эта заявка хороша. По сути, это и есть список критериев. Мы говорим, что нам надо понять, а какая цель у проекта. Мы хотим понять, а насколько качественная команда. Мы хотим понять, а насколько опытная организация. Она работала в этой сфере или нет. То есть, все вот эти вопросы, они отливаются в критерии, которые мы формулируем. Но что тут важно? Важно, чтобы это не были широкие критерии. Можно сказать, мы хотим поддержать хорошую заявку. Это тоже критерий. Но потом все будут думать, а что такое хорошая? Эксперты будут понимать по одному, организаторы по другому. Наша задача – расписать это все понятно и четко. И это должно быть задокументировано, в конце концов. То есть четкость и ясность формулировок, одинаково понимаемых, и донорам, и экспертам, и заявителям. Это непростая штука. Вот выстроить такую систему критериев. Дальше. Важно, чтобы критерии не объединялись, разные критерии, по смыслу не объединялись в один критерий. Бывает так, что в критерии запихано сразу несколько. И оценивать, соответствует заявка этому критерию или нет, очень сложно, потому что говорят, ну, чтобы она была там, ну, как обычно, чтобы была и длинной, и теплой, и красивой. И вот, а если она длинная, но некрасивая, то что делать, непонятно. Вот поэтому нельзя разные по смыслу критерии объединять в один. Старайтесь все-таки, чтобы у критерия были очень четкие, четкое понимание и понятие. Ну, и чтобы число критериев было необходимо и достаточно. Ясно, что для небольших конкурсов критериев может быть немного. Да и заявок там будет немного. И требования к ними не такие строгие обычно. Вот. А для серьезных, таких всероссийских конкурсов критериев должно быть много, они должны быть четко расписаны. Вот. И не писать, опять же, не требовать от заявок чего-то, что вы не понимаете, а зачем. Вот. Поэтому критерии должно быть необходимое и достаточное количество. Нередко говорят, что когда вы планируете конкурс, хорошо бы привлекать для планирования людей и из целевой аудитории, и из партнеров и так далее, чтобы конкурс появился, получился качественным. И такое часто, ну, не часто, иногда происходит все-таки. Потому что, если вы хотите качественно выстроить конкурс, вам надо понимать, насколько он будет востребован у вашей целевой аудитории, готова ли целевая аудитория участвовать в этом конкурсе и подавать хорошие заявки. И для этого иногда проводятся исследования, опросы, консультации. Это такая предконкурсная работа, которую полезно проводить. Опять же, вот фон Тимченко, когда организовывал конкурс для этих, для развития территорий и для развития местных сообществ, они проводили очень большую работу и с экспертами, и обсуждали вообще, кто должен участвовать в этих конкурсах, приводили экспертов с территорий и так далее, советовались с ними. И таким образом появилось что-то, что имело смысл, к чему эксперты относятся более или менее с пониманием, и говорят, да, это качественный конкурс. Ну, и необходимо понять про информационное обеспечение конкурса. То есть, каким образом вы будете объявлять о конкурсе, какие СМИ вы будете задействовать, какие телеграм-каналы или социальные сети будут вовлечены, есть ли у вас на это ресурсы, СММ там и всякие другие специалисты, которые будут продвигать этот конкурс. Иногда организаторы вообще не хотят, чтобы конкурс сильно продвигали, потому что куда нам столько заявок. Но вот услышат и хорошо. Это тоже некоторая технология и некоторый подход, потому что мы не знаем, сколько будет, и нам нет как бы задачи делать пиар из этого конкурса. Поэтому вот это тоже надо обсудить и решить, кто будет у нас информационным партнером, как эта информация будет распределяться. Ну, и, наконец, еще кое-что стоит не забыть. Нам надо понять, а что мы будем делать с победителями и заявителями. Вообще мы их просто на произвол судьбы бросаем, все подадут, то и подадут. Либо мы с ними начинаем работать. Мы проводим с ними семинары, мы даем им ну вот подобные вебинары, когда расписано, как правильно социальные проекты сделать и так далее. То есть работаем мы с заявителями или нет, регулярно или нет, организовываем ли консультации. Это все надо решать заранее. Почему? Потому что это ресурс, который нужно будет использовать. Есть он у вас или нет. То же самое с победителями конкурса. Вы хотите просто заключить с ними договор, профинансировать и потом получить отчеты, либо вы хотите с ними тоже как-то поработать, потому что нередко заявители отдельно, победители отдельно собирают, проводят с ними семинары, например, о том, а как правильно отчитываться, что такое количественные, качественные отчеты, что такое отчеты по бюджету и так далее. То есть какая-то работа с ними может проводиться. И опять же это зависит от того, что вы хотите. Если вы хотите, чтобы у вас были качественные заявки, значит, надо работать с заявителями. Если вы хотите, чтобы отчеты были качественные и результаты проекта тоже были замечательными, надо работать и с победителями. И это все тоже надо решать на берегу. Дальше. Мониторинг и оценка конкурса. Это одно из действий, которое происходит по результатам выбора победителей. вы дальше должны проводить мониторинг того, как те проекты, которые вы поддержали, эти организации, которые вы поддержали, используют эти средства. Надо посмотреть, например, съездить на какие-то мероприятия. У вас на это тоже должны быть какие-то ресурсы. Посмотреть, кто и как выполняет эти проекты, не только по отчетам, может быть по каким-то СМИ, потому что появляются какие-то публикации. Подумать, а когда вы будете решать, а у вас конкурс получился, все ли то, что вы задумали, удалось сделать, вам надо понять, а как вы будете оценивать эффективность своего конкурса, по каким параметрам. Если вы говорите, что мы распределили столько-то денег и поддержали столько-то проектов, это ничего. Если у вас есть деньги, вы всегда что-нибудь поддержите. Это не показатель эффективности конкурса, а какой же показатель эффективности. Вот это надо тоже решать. Что может быть таким показателем? Может быть совокупность качественных результатов всех проектов, может совокупность количественных результатов всех проектов. А если это так, то вы должны чтобы в отчетах эти данные появились у проектов, чтобы вы могли их агрегировать и отчитаться сами как донор. То есть об этом надо думать, надо посмотреть, какая у вас была цель и как эта цель реализовалась по результатам данного конкурса. Ну и будем это как раз касается следующего пункта, как мы будем подводить итоги конкурса. вот у нас конкурс закончился, мы же не говорим, он закончился, забудьте, а мы говорим, а что из этого получилось и что будет дальше. Ну и наконец, надо спроектировать тайминг конкурса. От самого начала мы начинаем объявление конкурса с такого-то числа и заканчиваем отчетом о результатах всего конкурса такого-то числа. этот отчет, если вы как донор и проводите конкурс, он может быть для вас лично и не нужен, но это нужно все равно делать хотя бы для того, чтобы какие-то уроки из того, как вы провели конкурс, вы могли вывести эти уроки, потому что если вы что-то делаете и не оцениваете, что вы делаете, то вы можете наступать на неприятные грабли в течение долгого времени. Именно поэтому очень полезно подготовить документ с перечислением всех этапов конкурса и с указанием времени, ответственных и так далее. Тогда у вас будет такой таймлайн с ответственными, по которым вы можете дальше действовать. и следующий этап, конечно, это будет разработка документов конкурса, о чем мы будем говорить на следующем вебинаре. Мы тогда поймем, какие документы обязательны в конкурсе, в чем их содержание, как эти документы структурируются, то есть все, что касается документации конкурса, будет на следующем вебинаре, куда я вас приглашаю. Спасибо. Звук. Таня, звук. Простите. Спасибо большое, Вячеслав Иванович. В чате не появились вопросы, поэтому, если какие-то вопросы есть, то можно задать устно сейчас. Да, пожалуйста, если есть вопросы, задавайте. сам вебинар, он такой неконкретный, он как бы обо всем общий, поэтому, может быть, и вопросов не будет. Когда мы перейдем к конкретным деталям, когда мы перейдем к конкретным направлениям, да, вот там вопросы появятся, потому что вы сами будете чувствовать, насколько это соответствует тому, что мы сами-то делаем. вот, но у нас еще же есть Марина, которая знает, как делать. На самом деле в чате все благодарят вас, Вячеслав Иванович, говорят, что все понятно, все подробно, да, вы прошлись по всем этапам и отдельно, мы на каждом вебинаре рассмотрим каждый из этих этапов до конца февраля, а сейчас я тогда передам слово Марине Евгении Михайловой, директору Центра социальных технологий Гарант, чтобы она рассказала немного об опыте Центра Гарант по организации конкурсов и, может быть, о каком-то конкретном кейсе. Спасибо огромное. Вот я тоже так внимательно слушала Вячеслава Ивановича, думала, зачем мы конкурсы проводим, столько мороки. И вторая мысль, которая у меня возникала, как мы до сих пор еще не вляпались, потому что, конечно, мы все не учитываем из того, что Вячеслав Иванович перечислил. Но я вот здесь хочу поделиться нашим опытом. Мы проводим грантовые конкурсы с 2001 года. Еще не все выговаривали слово грант и грантовый конкурс. И помню, когда мы первые, мы как раз работаем как фонд местного сообщества и распределяем средства, конечно, не свои, потому что мы сами благотворительная организация, а либо собираем это из местных источников, либо кто-то из фондов сейчас уже крупных доверяет нам проведение своих грантовых конкурсов, то есть мы выступаем как такие администраторы. Но вот опыт у нас уже достаточно большой в этом отношении. И я как раз хотела этим опытом поделиться, потому что многие вещи мы нарабатывали именно делая вот такие совсем простые на сегодняшний взгляд ошибки. и вот именно тогда к нам пришло понимание, что конкурс это вообще-то такой, это не панацея, во-первых, а инструмент. И далеко не все можно решать грантовым конкурсом. И сейчас повальное увлечение грантовыми конкурсами, с одной стороны, это классно, это куча ресурсов, на которые могут претендовать некоммерческие организации, с другой стороны, отсутствие других инструментов или очень маленькое количество других инструментов финансирования некоммерческих организаций, инициатив и так далее, оно как раз делает перекос, потому что конкурс, к сожалению, не все может. Но вот если говорить о конкурсе как инструменте, то когда ты планируешь конкурс, нужно подходить к этому как проекту и думать про проблему, которую я собираюсь решить, то есть зачем мне надо делать конкурс, про цели и задачи, то есть что я хочу достичь и какие у меня там есть этапы, ну и что должно получиться в результате. И только тогда потом можно будет сказать, получилось или не получилось. А мы очень часто, особенно по первости, о, конкурс, круто, денег набрали, давайте раздадим. Вот, что получилось, деньги раздали. Ну, иногда счастье, что еще и какие-то проекты получились. Да, вот. А вот какую мы цель пытались достигнуть и зачем этот конкурс проводили, если себе на первом этапе не отметить, то мне кажется, что конкурс может получиться, ну, как бы совсем не такой, как ты себе его представлял. И вот, ну, в качестве примера, например, когда мы начинали только проводить грантовые конкурсы, одна из вещей была вообще как можно больше поддержать разных инициатив. И мне кажется, когда в 2000, ну, когда пошли первые региональные конкурсы в 2010 году, то тогда тоже была вот на уровне региональном была вот идея поддержать как можно больше инициатив. Если мы говорим, у нас мало инициатив, мы хотим деньгами поддержать активных людей и, допустим, любые некоммерческие организации с их инициативами, то тогда мы должны прямо в документы о конкурсе закладывать а, простоту участия, б, снижать все барьеры, да, то есть не ставить барьеров. Если хочу, чтобы любая самая молодая даже НКО попробовала реализовать проект, то мне надо убрать все ограничения по барьерам, да, сколько она там должна быть, лет и так далее. Да, это повышает мои риски вляпаться, что какая-нибудь там вчера созданная прибежит, но при этом тогда все-таки мы поддержим много разных инициатив. Нужно, наверное, уменьшить сумму, но и уменьшить требования к заявителю, потому что если мы будем требовать там критерий будет, вот Вячеслав Иванович говорил, там критерий будет, допустим, суперлогика проекта и прям качественное написание всех разделов, не выиграет у нас никогда маленькая НКО, все деньги заберет большая. И вот мне кажется, что вот это вот, ну вот, понимание, что сначала ответь себе на вопрос, зачем? Если хочу поддержать много маленьких, чтобы они почувствовали силу свою, одни условия в конкурсе, если хочу поддержать опытных, для того, чтобы они реализовали свои уже наработанные технологии, другие совсем подходы, другие критерии, другое требование к заявке, другие суммы нужны, потому что там уже речь не может идти там о маленькой сумме, да? Если, например, мы хотим поддержать еще один вариант конкурса, мы хотим какую-то тематику развить, ну, например, у нас мало в регионе занимаются людьми старшего поколения, а я хочу, чтобы таких организаций и проектов было больше, и тогда можно инициировать конкурс на эту тему, но здесь тоже такая скользкая штука, на которой мы, например, один раз наступили, да, грабли, у нас доноры хотели поддержать проекты, направленные на людей старшего поколения, это было в 2003 году, и мы пошли на поводу, кто девочку ужинает, тот ее и танцует, донор хочет поддерживать пожилых, давайте поддерживать пожилых, мы приготовили все документы о конкурсе, и слава богу, в последний момент у нас хватило ума проанализировать, а сколько организаций в Архангельской области этой темой занимаются, и выяснилось, что мы не проведем никакого конкурса, потому что у нас раз-два и кончилось, и потенциально заявок бы у нас на этот конкурс и не было бы, или было бы так мало, или были бы от непрофильных организаций, а здесь идея была поддержать именно тех, кто уже работает с пожилым, и тогда мы, условно говоря, отодвинули этот конкурс на два года, и сначала совсем другими инструментами привлекали внимание к теме пожилых и стимулировали, чтобы организации такие появлялись, и только потом сделали грантовый конкурс, когда уже были получатели, или, например, у нас был один, когда мы были оператором фонда Тимченко в программе «Активное поколение», у фонда была идея по поводу того, чтобы поддержать с одной стороны маленькие проекты, направленные на помощь пожилых, а с другой стороны стимулировать развитие технологий, помощи людям старшего поколения. И стало понятно, что в одном конкурсе это не соединить никак, потому что невозможно одними и теми же критериями мерить маленький проект и проект по технологии. Разные суммы финансирования должны быть, разное время реализации, разное требование к заявителю. И тогда этот конкурс был разделен на две номинации, то есть фактически два конкурса под одним названием. В одном мы поддерживали маленькие инициативы, и там были свои критерии, а в другом было написано, что цель конкурса поддержать инновационные уже технологии, привести их до того уровня, что их можно было бы тиражировать, и там были совсем другие требования, совсем другая форма заявки и совсем другие критерии. Но все это можно сделать, как Вячеслав Иванович говорил, только на берегу. То есть прежде, чем объявлять такого рода конкурс, надо понять, что ты хочешь получить в результате, что для тебя будет успехом конкурса. Просто раздать деньги, получить новые зарегистрированные НКО, потому что, например, целью конкурса можно поставить «хочу поддержать так много разных инициатив в разных местах, чтобы те, кто сейчас еще не НКО, подумали, о, мы тоже делаем много интересного, нам надо бежать регистрироваться». Даже так можно себе цель поставить, но тогда нужно с одной стороны сделать самый простой конкурс, с другой стороны вложить серьезные суммы в то, как ты будешь его продвигать. Потому что сегодня тоже Вячеслав Иванович говорил, что когда мы проектируем конкурс, мы должны думать о том, что нам надо делать и считать деньги. И вот иногда спрашивают, а сколько будет стоить администрирование конкурса? А невозможно сказать, сколько оно будет стоить. Потому что до той поры, пока ты не понимаешь, зачем мы проводим конкурсы, сколько там на кону этого конкурса. Потому что раздать 500 тысяч и раздать 50 миллионов по количеству трудовых затрат, это не сильно отличается. особенно особенно если в гранте на 500 тысяч будут проекты по 15 тысяч рублей, а в гранте на 50 миллионов будут проекты с максимальной суммой финансирования до 10 миллионов. Так окажется, что дешевле большой провести конкурс, чем маленький. Если мы себе ставим цель, чтобы конкурс стимулировал новые инициативы, нужно заложить большие деньги на информационное сопровождение. А если мы хотим поддержать тех, кто уже давно все понимает про конкурсы и, например, отрабатывать технологию, может, информационное сопровождение большое не надо, потому что мы точно знаем, кого мы хотим пригласить в конкурс, потому что мы условно эти организации очень хорошо понимаем. И здесь важно понимать, что от того, что мы хотим получить как результат, зависит в том числе и наше административное усилие. Ну вот, например, конкурс может выступать как учебный инструмент. В прошлом году у нас была программа «Территория роста», это программа обучения некоммерческих организаций Архангельской области, и цель этой программы была такая комплексная. Год мы учили некоммерческие организации, 25 организаций, год были в программе. И мы себе ставили целью, чтобы эти организации перешли на другой уровень развития, то есть стали бы более устойчивыми, профессиональными, эффективными. И один из тематик, которые мы учили, это мы учили проектированию и управлению проектами. И для того, чтобы организация не просто послушала семинары, а еще и наработала практический опыт, внутри этой программы был встроен грантовый конкурс. То есть организации послушали семинар по социальному проектированию, разработали свой проект, подали его на конкурс, выиграли и потом реализовывали проекты, на этом учились управлять проектом и отчитываться по проекту. Так вот, давали мы очень маленькую сумму, но требования к этому конкурсу были выше, даже чем в конкурсе фонда президентских грантов, потому что цель этого конкурса была не денег дать на реализацию проекта, а научить управлять проектом, научить грамотную заявку готовить, чтобы после этого конкурса участники программы легко могли участвовать и в конкурсах фонда президентских грантов, и в региональных, и в конкурсах других фондов. И я хочу сказать, что этот конкурс мы реализовали успешно, потому что результатом этого конкурса стало то, что участники нашей программы, каждый из них привлек ресурсы из других источников к моменту завершения программы, уже делая свои проекты и подавая их на открытые грантовые конкурсы. Вот еще очень важно, что тоже на нашем примере, например, когда-то в 2003 году у нас был конкурс «Дети Архангельска», это был конкурс, направленный на поддержку организаций, работающей с детьми инвалидами. И по результатам реализации несколько лет этого конкурса мы обнаружили, что и когда подводили результаты, оценивали результаты поддержанных проектов, мы обнаружили, что у нас одни и те же дети кочевали из одного проекта в другой. Ну, потому что группа инвалидов не такая обширная, организации по разным направлениям работают с одними и теми же детишками с инвалидностью, и у нас некоторые родители прям говорили, ой, вы знаете, спасибо, конечно, большое, что вы поддержите так много проектов, но мы даже замаялись, у нас сегодня рисование, завтра у нас ипотерапия, послезавтра мы в бассейн, значит, прям вот, и все это в разных местах, и даже иногда там творческие проекты предлагают по разным направлениям творчества, но это в разных местах и разная организация, и мы тогда подумали, что, но при этом родители озвучивали, что есть целые кусочки деятельности, которые не закрыты, ничем и никем, и ребенок, например, дойдя до определенного возраста, уже не может получать какие-то услуги или где-то участвовать, потому что нет, в этом месте дырка, и мы тогда приняли решение и дополнили конкурс некоторыми требованиями дополнительными, например, обязательным партнерством между собой нескольких организаций, и таким образом мы укропнили проекты и заложили самим конкурсом возможность развития партнерств между организациями, работающими с одной и той же целевой группой, и мы, это, конечно, вызвало сложности, не очень довольны были участники, но по итогам реализации этого конкурса мы увидели, что появились устойчивые партнерства, конечно, были и формальные, но появились и устойчивые, а потом мы обратили внимание, что партнерство, как правило, очень близкие, например, между собой сотрудничают два образовательных учреждения, или между собой сотрудничают два социальных учреждения, или две спортивных организации, и мы в следующий год в конкурс заложили еще более сложные требования, обязательное партнерство, но при этом повышенный балл получает та организация, которая имеет партнера не по профилю своей работы, например, образование со спортом, или там спорт с социалкой, и это стимулировало к созданию необычных партнерств, которые потом, кстати сказать, предложили очень интересные проекты, и вот это тоже, ну то есть нам бы никогда не пришло в голову заложить такой критерий, если бы мы про это не думали на этапе проектирования конкурса, кстати, когда мы поддерживали проекты «Активное поколение», это проекты пожилые для пожилых, и проекты, направленные на активизацию людей старшего поколения, мы, например, после пары лет такого конкурса обнаружили, что 99% участников наших проектов поддержанных женщины. Угадайте, каким образом мы стимулировали вовлечение мужчин можно в чате написать возможный вариант ответа. Как бы вы стимулировали вовлечение мужчин в проекты поддержки активного старшего поколения? По глазам вижу, что кто-то печатает, жду ответа в чате. Ну, вот почти. да, красивые женщины. На самом деле, мы в документы о конкурсе заложили, что при оценке по критерию целевая группа дополнительные баллы получают те организации, у которых в целевой, привлеченной целевой группе участников и тех, кто реализует проект, будут мужчины. Да, и, соответственно, это стимулировало думать, о какой у меня может быть проект, в который будут вовлечены мужчины, потому что шансы мои на выигрыш повышаются. И при этом можно, конечно, говорить, ой, это, значит, нарушение равного доступа, ничего подобного. Это как раз стимулирование условиями конкурса того, что нужно, чтобы было сделано. И вот это как раз очень важно. Например, если мы хотим стимулировать, чтобы те проекты, которые подаются, имели общественную поддержку, у нас часто организации говорят, ой, мы одни, активных людей мало и так далее. И чтобы эти проекты были устойчивые, можно, вот Вячеслав Иванович про софинансирование говорил, можно заложить условия, что, например, организация должна какой-то процент от суммы собрать самостоятельно на той территории, на которой она собирается реализовывать проект. Или собрать какие-то подписи в защиту, в поддержку своего проекта, такие солидные, не два письма поддержки от администрации, любим, целуем, хорошая организация, будем поддерживать, а вот именно такие, за которыми надо походить. И вот, например, православная инициатива как раз в Архангельской области реализовывала одним из конкурсов, в котором обязательное условие участия было, что организация 25% запрашиваемых средств соберет из местных источников. И это сразу заставляет организацию искать себе благотворителей на местном уровне и участников, да, и значит, делает проект устойчивым. это тоже такая очень важная вещь. Ну, тоже Вячеслав Иванович, ну, кстати, тоже вот сам иногда бывает, что мы понимаем, что наши участники имеют мало опытов в реализации проекта и точно будут косяки с отчетностью и с реализацией, нам очень важно их этому научить, но мы понимаем, что после того, как люди выиграли, получили деньги, их вот прям калачом не заманишь на учебу, потому что они же уже умные, они уже все выиграли. И, например, мы в свое время в один из конкурсов закладывали обязательное участие в семинаре по управлению проектом и прямо писали в документах о конкурсе, что организация обязана заложить в бюджет средства на приезд в Архангельск и проживание там для участия в этом семинаре. И пока организация и первое мы переводим ей эти средства на семинар и только после того, как она поучаствовала, после этого мы переводим остальную часть бюджета проекта. А если она не приехала, значит, мы разрываем отношения. И здесь тоже надо подумать, как это описать, но это тоже может быть условием, которое вы ставите. И нам это очень сильно сэкономило нервы и силы наших менеджеров, которые и деньги в том числе, которые проверяли потом отчеты, потому что каждый человек, каждый организация, которая получила деньги, руководитель и бухгалтер был на семинаре, смотрел нам в глаза, получил все документы, все инструкции и так далее. Ну и вот напоследок у меня уже время заканчивается, Тань. Вот. И напоследок еще хочу сказать, что вот Вячеслав Иванович говорил о разных конкурсах. Мне кажется, это тоже очень важно, что на самом деле конкурсы, вот сейчас в основном проводятся стандартные конкурсы, но конкурсы могут быть разные с точки зрения смысловой, когда мы понимаем, что мы хотим поддержать, да, и что мы хотим изменить. Ну, например, я вот искренне считаю, что некоторые грантовые конкурсы, вместо того, чтобы поддерживать организацию, ее истощают, потому что когда мы заявляем, что организация должна принести в софинансирование, то мы же должны понимать, чтобы это софинансирование привлечь, она должна или свой ресурс туда вложить, который она где-то насобирала, или даже если он трудовой, это же силы. И, соответственно, получается, что организация все время софинансирует проекты, которые она делает. Но если в проектах нет возможности заложить деньги на развитие, то тогда получается, организация с каждым проектом все больше и больше себя съедает. И в итоге мы получаем не усиление некоммерческого сектора, а наоборот его ослабление. Потому что я вот вкладываюсь в реализуемые мной проекты, а обратно организация может ничего не получать. И поэтому, например, ну вот прям в конкурсы я вот все время за это ратую, что в конкурсах прям должна быть даже такая статья бюджета, как статья на развитие, чтобы там можно было заложить на обучение, на участие где-то, на приобретение оборудования, может быть, ненужного в проекте как такового, но нужного, чтобы организация жила, программного обеспечения какого-то. Сейчас это важно. И чтобы в проектах был, например, такой раздел, как а что проект даст моей организации. Потому что мы ведь хотим, чтобы некоммерческий сектор развивался, но при этом в заявках почти всегда есть, что от этого проекта получит благополучатель, но почти никогда нет вопроса, а что от этого проекта получит организация, станет она сильнее, что у нее, да, что у нее изменится от того, что она реализует проект, как этот проект связан со стратегией развития. Если мы начнем закладывать это в этот вопрос в заявки, форму заявки, да, то тогда мы заставим организации думать про то, в какую сторону они развиваются, что у них будет дальше, это тоже может таким стимулом быть для развития. Мы вот пробовали это делать в нашем вот этом учебном конкурсе, и это очень интересно сработало, потому что организации, когда подавали заявку, должны были объяснить, а зачем проект нужен организации, как он ее двигает, развивает, что он меняет для организации. Ну и, конечно, очень нужны проекты развития, просто проекты развития. У нас был опыт, это не мы придумали, это мы подсмотрели в Новосибирске, у Сибирского Центра поддержки общественных инициатив. Они когда-то давно, а мы буквально год назад проводили конкурс «Золотая пятерка НКО», когда мы на конкурс нужно было подать результаты работы организации за последние три года. и те организации, которые выиграли, получали деньги без ограничений по расходу, ну то есть на жизнь, на то, чтобы усилить себя, укрепиться, стать, закрыть какие-то свои необходимые им затраты. И вот такие конкурсы, такие конкурсы на поддержку проводит фонд Потанина, вот начал это проводить в пандемии. Есть еще несколько фондов, которые начали проводить такие конкурсы, но их, к сожалению, очень мало, а эти конкурсы очень нужны, потому что без такого рода поддержки, то есть вот когда мы говорим, что цель этого конкурса не просто проект поддержать, а чтобы у нас организации стали сильнее, и тогда это совсем другая механика, то есть совсем по-другому мы строим конкурс, потому что в результате должны быть не реализованные проекты, оказыванные услугой благополучателю, а должна быть сама организация, которая получила ресурсы, должна стать сильнее. Вот поэтому я искренне считаю, что когда мы делаем конкурс и планируем конкурс, сначала надо себе ответить на вопросы все-таки конкурс или что-то другое, и если конкурс, то тогда в первую очередь понять, зачем я это провожу, то есть что я хочу поменять этим конкурсом и какие результаты я хочу получить, и только уже потом понимать, что должно быть тогда внутри сделано и дальше все по той механике, о которой говорил Вячеслав Иванович. Вид конкурса, документы, критерии и так далее. И только тогда можно понять, сколько будет стоить администрирование этого конкурса. Иногда, правда, администрирование конкурса стоит дороже, чем розданные деньги, но это значит, что цель у конкурса была другая, то есть возможно там стимулировать актив. Спасибо большое. Вопросы? В чате вопросов нет? Пугает, когда нет вопросов. Это значит, или ничего непонятно, или уже так надоели, что давайте уже быстрее заканчивайте. Я все-таки еще раз размещу в чате несколько ссылок. Во-первых, это ссылка на тест. Если вы уже хотите проверить свои знания, как хорошо вы сегодня слушали вебинар, можно это сделать. Ссылочку мы всем пришлем участникам на электронную почту. Есть ссылка на страничку курса. На страничке курса будут размещены все презентации, поскольку следующий вебинар у нас 25 ноября. Там есть вот просьба в чате. Я видела, я видела, но с другой стороны мне кажется, что все вебинары они в открытом доступе будут. У нас как бы вот я не знаю насколько, сколько человек, например, из участников сегодняшнего мероприятия будет на конференции ФПГ. Ставьте, пожалуйста, плюсики, кто будет на конференции Фонда президентских грантов в Москве с 23 по 26. Просто сейчас мы вот... Просто мы когда с Фондом президентских грантов обсуждали вот эти даты, никакой информации о том, что... конференция, конференция, да. Ну, пока только один плюсик, тогда, Карина, мы вам отправим в записи. В записи или можно будет вот зайти на страничку курса, посмотреть, там будет размещена презентация, то есть, в принципе, все в открытом доступе. И я просто бы предложила не менять сейчас наши даты, поскольку у нас несколько... Да, Татьяна, нужно будет в виде исключения принять результаты теста, даже если они будут сделаны чуть позднее. Хорошо. Чтобы у людей был сертификат. Хорошо, хорошо. Я сейчас напишу на всякий случай адрес в чате своей электронной почты. Если будут какие-то вопросы, которые нужно будет отдельно решить, то можно мне напрямую написать. Меня зовут Татьяна Буреева. Значит, следующие даты у нас, получается, 25-го это подготовка конкурсных документов. Идет Вячеслав Иванович Бахмин и будет кейс Центра гражданских и социальных инициатив ЮГРЫ. Дальше у нас вебинар 5-го объявление конкурса и работа с заявителями. Этот вебинар тоже проводит Вячеслав Иванович Бахмин и Эльвира Ильиниченко. Это гранд-райтинг. Следующие, 15-го декабря, это сбор заявок техническая экспертиза. Затем, 20-го января эта экспертиза будет проводиться. Значит, 15-го у нас вебинар проводит Мария Стародубова. Это руководитель грантовых конкурсов Центра социальных программ Русала. 20-го января 20-го января вебинар проводит Ирина Лапидус. Это фонд Потанина. Вообще, вся эта информация можно не записывать. Вы просто заходите на... Вот вверх немножко пролистайте чат на страничку онлайн-курса. И там есть все даты. Если даты еще не согласованы на конец января, февраль с экспертами, то они там скоро появятся. Там будет вся информация, там будут полезные ссылки. И тут же в чате я разместила регистрацию на следующий вебинар, чтобы не искать, а можно прямо сейчас зайти и зарегистрироваться, кто точно знает, что будет участвовать. Мы хотим, чтобы все вебинары начинались в 11 утра. Вот вопрос в чате появился, чтобы вам не путаться. Но в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств мы будем их делать позже. Но мы понимаем, что к нам присоединяются участники из Дальнего Востока. и из Кабаровского края. Поэтому все вебинары будут в 11 утра. Есть еще какие-то... Если вдруг кто-то потерялся, то на сайте Сила вместе есть раздел грантовые конкурсы. школы. Да, и там есть возможность как раз посмотреть все темы. Что-то почему-то у меня не получается поставить. Нет, в чат поставить. А я поставила ссылочку. Сила вместе гранд-конкурс. Да-да-да. Вот, я тоже еще раз поставила, просто там убегает, поэтому можно прямо туда зайти, и вы все увидите, всю информацию и ссылки на регистрацию. Так, еще вот тут вопрос. Если не удастся очень присутствовать на вебинаре, смотреть только в записи, будет ли считаться, что я выпала из программы и не получу сертификат? Ну, конечно, мы бы хотели, чтобы все участвовали лично, чтобы задавали вопросы, но давайте мы это в индивидуальном порядке будем решать. Я оставляла адрес своей электронной почты, еще раз на всякий случай напишу, поскольку я являюсь координатором этого курса, вы можете мне написать, и если у вас, правда, какие-то очень серьезные обстоятельства, что вы не можете участвовать лично, то слушайте вебинар, отвечайте на вопросы, и мы вам направим сертификат. Спасибо большое. Практически два часа мы сегодня отработали. Я желаю всем хорошего дня и до встречи 25 ноября. Большое спасибо нашим экспертам. Спасибо.